Итак, ребята, всем приветики! Кто еще не подписан на наш канал, быстренько подписывайтесь и ставьте лайк! Сегодня вы увидите классный рецепт хачакури на сковородке. Этот рецепт я увидела в угле, прочитала много отзывов и решили так сделать его, потому что тут не надо особых продуктов. Главное, чтобы был сыр. А в дом, я думаю, у вас найдется и кефир, и масло, и яйцо, и соль. Итак, давайте начнем вместе со мной. Что же нам понадобится? Разрыхлитель, 10 грамм, тут у меня много упаковок, я купила вот такой. Ну, 15 грамм сойдет, можно и 15. Кефир, чем больше жирности, тем лучше. Масло сливочное, это в конце нам понадобится. Яйцо одно, мука, подсолнечное масло, соль и, конечно, главная книжка, сыр. И что же, давайте вместе со мной начнем приготовление хачапури. Итак, ребята, смотрите. Нам понадобится кефир 300 миллилитров. У меня есть такая емкость, я могу вымереть. Так, вот, 300 миллилитров, я наливаю сюда. Может, вы сами знаете, сколько вам нужно. Нужно нам 300 миллилитров. Давайте. Так, чуть больше, чуть-чуть больше. Все, смотрите, я беру в емкость, выливаем сюда. Ну, хорошо видно или нет? Вот так давайте будем вместе. Дальше. Нам понадобится одно яйцо. Разбиваем. Так, хоп. Сейчас маленькая ложечка чайная нам понадобится. Сахара. Вот я беру сахар. Одну чайную ложечку сахара. И одну чайную ложечку соли. Сейчас я насыплю соли. Вот. Все, насыпаем. Дальше. Брем вилочку. И все это хорошенько вот так. Делаем. Перемешиваем. Что, взбиваем? Взбиваем вот так можно дальше. Не надо никакие блендеры здесь, ничего. Просто вилочкой так. Быстренько. Перемешали. Бум. Ой. Ё-моё. Я думаю, как бы, чтобы она не упала, она падает. Так, сейчас старинка. Дальше. Открываем разрешитель наш. Нам понадобится 10 грамм. У нас 15, но ничего страшного. Главное не переборщить. Главное не 20. 10-15 грамм. Также это перемешиваем. Чтобы не было комочков. Хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков. Вилочкой это все можно сделать. Вот, видите, сразу. Дальше нам понадобится мука. Сейчас я включусь, перемешаю и покажем дальше, сколько нам нужно жажж муки. Ребята, совсем забыла вам сказать. Еще же нужно подсолнечное масло. Берем подсолнечное масло. 3 столовых ложки. Сейчас ее откроем. У нас новая бутылка. Ой, как же ее открыть. Вот. Так, 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 так. Так, чтобы не разлить, открыли, наливаем 3 столовых ложки. Раз. Два. Три. Все. Хорошенько тоже перемешиваем. Дальше нам понадобится 400-450 грамм муки. У меня емкость в миллилитрах, поэтому нам понадобится, если миллилитров переводить, то это 750 миллилитров. 400 грамм. Так, сейчас, 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 сейчас. Так, у меня 700. Я думаю, ой, не видно вам, 700 тут. И все, высыпаем. Ложка постоянно в емкости. Очень страшного. Все, теперь это перемешиваем. Смотрите. Хорошенько. У нас уже все, разрыхлитель. Уже все. И надо потом это все замешать, чтобы было как тесто. Сейчас мы все вилочкой перемешаем, а дальше руками будем перемешивать. Думаю, вам хорошо видно. Все. Все. Все, давайте руками это все перемешаем. У меня руки чистые. Поэтому, ладно. Можно еще чуть-чуть муки, чтобы не было у нас как тесто. Чуть-чуть. Наверное, да, потому что мука осталась на дне емкости, поэтому я возьму даже вот так. Все. Добавим. Все. Вот. Тесто перемешиваем. Быстренько вот это все собираем. Можно потом накрыть, когда тесто мы перемешаем. На 10 минут надо его оставить в теплом помещении. Ну, там, не знаю. Вот так. Все. Сейчас я вот так. Прилипает, 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 прилипает тесто, кефир. Поэтому ничего страшного так. Вставляем это все забрать, потому что это все нам понадобится, чтобы не выбрасывать. Орех выбрасывает тесто. Все. Так, вот, тесто у нас готово. Я пойду, руки помою. И включимся. И включимся, что же дальше. Не забудьте, тесто, когда вы перемешали, быстренько руками все сделали, оставляем на 10 минут в теплом месте. Можете накрыть там холодильничком или пленочкой. И все, 10 минут. И через 10 минут включаемся, что же делаем мы дальше. Так, ребята, пока у нас тесто стоит, вот я пленочку замотала, все. Дальше нам понадобится, сейчас я пойму тарелочку. Нам понадобится сыр. Сыр нам надо твердый. Обычный. Можете гаунд убрать. Смотрите на свой вкус. Если он нравится, главное, чтобы он был твердый. Надо сейчас разрезать. Двести стопсо-драм. Так. Надо вот такой сырок у нас. Вот, сырок. Сейчас 100 грамм отберу. Чуть меньше, добра, он может 50. А весь сыр мы сейчас будем... Натирать вот нашу эту. Сейчас я уберу вот эту. Хотя это едят, но я уберу. Нам это не надо. Так, разрежу его наполовину. Потому что неудобно мне будет его натирать. У меня маленькая тертка. Поэтому вот так вот тарелочка. Вот у меня тертка. Надо купить нормальный терток. И на большой вот. Сейчас я натру. 300 грамм сыра. Нам понадобится. Большую можете емкость. Вот так. Натрем 300 грамм и включимся. Я думаю, вам видно хорошенько или нет? Да, вам видно. Все, 300 грамм натираете сыра. Дальше включимся. Все, ребята. Вот сыр. Твердый я натерла. Ну, тут 350 грамм даже у меня. Ну, надо 300. Я чуть-чуть больше. Дальше. Еще одно яйцо нам понадобится. Разбиваем. К сыру добавляем. К масло. Если сыр сильно соленый, то не нужно. Но если вы чувствуете по вкусу, что вам нужно соль, то добавляете чуть-чуть соли. Все. И это все перемешиваем. Я даже не вилочкой, я рукой перемешаю, потому что неудобно. Вот так. Это все перемешать надо. Так, руками. Не бойтесь, можете мешать, как вам удобно. Мне удобно руками, и я работаю так. Не пишите, ааа, там и этот, руки это кошумы. Вот так. Даже можно еще одно яйцо, мне кажется, добавить. Не знаю. Как будто одного яйца мало. Ну, все, нам не надо прямо много. Но все равно это будет как лепешка, потом увидите. Вот. Все. Сыр мы приготовили, он на такой должен быть. Да, одного достаточно, не надо друг. Все. Ставим это в сторонку. Сейчас будем приступать к муке, точнее к тесту. Все, я готова. У меня, извините, нечем катать, поэтому я нашла обычную бутылку стеклянную. И сейчас будем приступать к тесту. Здесь мута у нас постояла. Так, все, всыпаем, значит, здесь мука. Вот так, там все это будет убираться. Так, наше тесто забираем. Видите, даже надо больше. Я кефира немножко, видите, больше добавила. Сейчас мы его опять-таки сделаем. Вот так. И оно у нас будет шикарное. Так. Я хочу, чтобы все тесто сушло. Все. Еще так ссыпем чуть-чуть. Так. Смотрите. Какой воздушный. У нас получилось вот тесто, видите. Вот. Все. Мы его сейчас будем раскатывать. Сейчас еще раз. Я думаю, вам видно. Все. Вот такой колобочек у нас получается. Колобок. Все. Вот так подравниваем его с разных сторон. Так. Так, вот смотрите. Надавливаете чуть-чуть. Смотрите, какое хорошее действие. Дальше. Берем бутылку. У нас бутылка сцеплянная. Поэтому. Что нашли дома, то пригодилось. Я с тестом обычно ничего не готовлю. Поэтому пришлось бутылку использовать. Вот так. Видите? Какое хорошее тесто. Все. Теперь обратно его замешиваем. Так нужно. Теперь берем, делаем его вот так. Вот так. Делим на четыре части. Только равномерно, чтобы все было. Вот. Одна часть, вторая, третья, четвертая. Сейчас встаем обычный ножик. Раз. Два. Три, четыре. Все. Делаем колобочки такие тоже. Так вот. Раз. Колобочек один. Второй также замешиваем. Так, 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 так три если 4 так не боимся руками его прям там длина будем это все раскатывать все 4 берем один голубок и будем раскатывать прилипает мука бутылку мукой или вот чуть-чуть наше тесто и видно с разных сторон хорошенько с одной стороны было так а с другой с разных сторон неудобно потому что жарю у меня бутылка поэтому я делаю а ты не могла меня позвать видно только твои руки почему я просто уже начала делать и я же говорю ты была занята делами документами поэтому я начала делать что ребята вот смотрите раскатала значит и тесто жарю мне неудобно потому что у меня бутылка я даже руками так сделаю потому что ничем все теперь добавляем сыр сыра мы делаем вот такие кружочки вот думаю хватит и вот посрединке ставим вот так и дальше это все делаем вот так все вот у нас лепешка готовая и руками вот так аккуратно чтобы тесто не разлезло с кумасы аккуратненько берем видите немножко что мука 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 можно постоянно я даже возьму вот так ручками ну чуть меньше можно сыра дальше и лепешки должны быть думаю вам хорошо видно видите чуть-чуть надо поменьше сыра все я эту лепешку сторону оставляю делаю дальше у меня в сумочке муки мало ну вот так мы сделаем пару штук когда сделаем все я включу с вами посмотрим что же у нас получилось что будем делать дальше давайте продолжим так ребята все значит мы с вами все сделали сейчас будем разогревать сковородочку пока сковородочка вот у нас уже разогрелась вы не обращайте внимание сейчас будет уборка после этого всего потому что готовили домашняя обстановка поэтому теперь берем немножко подсолнечного масла я его прямо сейчас возьму так все сковородки так сделаю сковородка разогретая берем наши хачапури и аккуратненько ставим на всю сковородочку вот так подраздно поразмена можно даже вот так сделать видите сыра даже много что 350 грамм добавил сыром лишних были ничего страшно мы любим сыр я думаю чем больше сыра тем будет вкусней также сейчас быстренько их не помыла анечка дай мне пожалуйста крышечку анечка анечка была документами за это же центром поэтому они делала свои дела я свои маня хотела очень сильно помочь на и сказал она ничего страшно следующий раз ты будешь и накрываем крышечкой вот так ставим пару минут минут и три и превращаем на другую сторону и включится все ребята перевернули смотрите какое на пышное получается сейчас еще одну сторону и вообще готовые в конце я покажу что мы будем делать маслица уже готова так ребята вот воздушное смотрите какое тесто у нас получилось теперь что мы делаем пока горячие хачапури наберем кусочек масла отрезаем и смазываем отрезаем и смаз наши хачапури чтобы она была прям сочная вкусная выглядит очень аппетитно вообще давайте будем делать все остальные давайте я буду есть а вы будете делать можно пока нет включится ребята пока у нас готовится второе хочу курят они уточнила такой момент что его едят же горячий мы решили грамму разрезать да попробовать что же у нас получилось в итоге срок тянулся понимаешь сыр тянется смотрите внутри сырок сейчас лучше его есть вот горячий очень но он тянется ну что очень вкусно вкусно сыром не соленая хоть соединяться хороший можно даже больше соли кинуть мне кажется мне посолить достаточно сыр нужно выбирать да можно моцарелла но ничего не само тесто вкусно кефир дает не молоко а кефир реально вкусно очень тесто вкусно нежно не дубовая никакой нежно как и домашние кути пуля ну один раз на море по голову вы поняли очень вкусно ребята советуем сейчас продолжим все пожарим готовим советуем вам покажем конечно 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 результат сколько мы сделали то показываю реалии мы уже съели одну штуку ну нереально вкусно я распробовала вообще просто вообще я даже не могу подобрать слов как это реально вкусно готовки правда очень вкусно тесто очень вкусно само воздушная вот она воздушная сыр кстати подошел отлично это гауда берите кто в германии находится дешевый но по крайней мере его 400 500 грамм реально вкусный видите какие воздушные получают да очень вкусно очень советуем да то все наши хачапури готова посмотрите какие воздушные тоже сейчас вам смотрите класс это реально очень вкусно я советую вам приготовить по моему рецепту так что кто не подписан подписывайтесь мы ночью будем интересны в дальнейшем также готовить советуем вот эти хачапури которые я вычитала в угле по рецепту очень очень вкусно нам очень понравилось постоянно говорим очень-очень но это правда очень-очень вкусно поэтому ребята все на этом напишите как вам наши хачапури и мы вам советуем приготовить именно по нашему рецепту всем пока